Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Климат-контроль, программа, авторская программа Константина Рангса Сегодня ее вместе с Константином веду я, Вадим Родионов И звукорежиссер Евгений Копеин Ну вот тема климата, которую Константин поднимает в своей программе Мне кажется, была актуализирована Гретой Тунберг в очередной раз Обратила внимание, создала информационный фонд Многие климатологи, кстати, к этому относятся очень по-разному Кто-то благодарен ей за инициативу, кто-то нет Но тем не менее, как мне кажется, действительно интерес к климатическим проблемам вырос И сегодня мы рассмотрим взаимосвязь между климатом и катастрофами техногенными Ну, тем более, что на этой неделе вот в нашей стране вопрос и интерес к техногенным катастрофам Он исключительно, можно сказать, подскочил в связи с судебным решением по поводу залитутской трагедии Шесть лет назад она произошла, обрушилась крыша В магазина погибло 54 человека, множество ранитых И шесть лет вот длилась вот эта вот вся процедура Даже семь лет назад Да, уже даже, сколько будет, семь лет Что всё это вот шло, шло, шло И вдруг выяснилось, что суд признал виновным одного инженера Там с болтами, как говорится, дело Ну, он виноват не рассчитал А контрольные и прочие органы, представители, они как бы были оправданы И вот если посмотреть, нырнуть в интернет, то, конечно, он что на латышском, что на русском языке Он просто бурлит и бурлит до сих пор И можно сказать, что людей охватило какое-то ощущение Как у Пушкина Все говорят, нет правды на земле, но нет её и выше Вот всё Ну да, восемь человек были полностью оправданы Виновный один – это строительный инженер Ивар Сергоц И многие считают, что как раз его просто, если говорить таким простым народным языком, сделали стрелочником Да, вот стрелочник виноват И дальше начинается, что очень интересно и важно Что подавляющее большинство людей считает, что суд должен был найти во всём этом деле истину И таким образом раздать всем сестрам по серьгам Может больше, может быть меньше Вопрос даже ведь не состоит в том, чтобы людей там закатать на всю жизнь до гробовой доски в тюрьму Но чтобы это было проговорено о том, что вот этот человек должен был вывезти людей А не вывел, а этот человек должен был проконтролировать строительство А не проконтролировал Но это всего, и как уже поразило людей тоже, мнение представителей суда О том, что, собственно говоря, виновата-то оказывается прокуратура Там прокуратура и госполиция Госполиция говорит о том, что мы не виноваты Прокуроры обещают провести свою пресс-конференцию и объяснить, что они тоже не виноваты И, соответственно, получилось, что суд выполнял роль не того, как ты правильно сказал Кто ищет истину и пытается выявить проблему и виновных А те, кто просто, в общем-то, соблюдает какие-то правила Вот это очень интересный момент Потому что я увидел в сетях очень любопытное мнение И человека, которого я просто имени его не знаю Но там, как я понял, он юрист Который объяснил, что он говорит Мы не так подходим к суду Мы ищем, что суд должен принести правду Вот открыть ее всем нам На самом деле нет Суд, это суд Есть состязательный процесс Есть прокурор, есть адвокат И суд оценивает доводы прокуратуры Недвого, доводы адвокатуры Защиты и обвинения То есть, кто лучше подготовился, тот и победил Кто лучше подготовился, у кого лучше аргументы, тот и победил Все, суд принял решение Потому что прокуратура плохо подготовилась Плохо обвиняла Не в том обвиняла И у суда не было ни другого варианта Кроме как признать, оправдать этих 8 человек Казалось бы, при чем здесь климат? А вот тот самый интересный Ведь история с этой катастрофой Она же, это как бы самая крупная катастрофа для Латвии Но в истории даже вот последних десятилетий Я же не говорю про 20 век Множество было и вещей Множество было техногенных катастроф Очень схожего типа Одна из последних – это крах в Италии моста Который прямо, что называется В Генуе, да? Да, прямо вот в центре города Рухнул, тоже жертвы были И тоже идет разбирательство Вот это очень важный момент Есть катастрофы, которые, допустим, в Венгрии Был прорыв дамбы Я даже ограничиваюсь только Европой Европейским Союзом Был прорыв дамбы Порядка 8 лет тому назад Вырвалось огромное количество Так называемого шлама И там тоже были и жертвы И были большие финансовые проблемы И такие проблемы, такие явления Даже в Финляндии, например, был прорыв Там не было обрушения Но там был разлив, прорыв радиоактивных материалов Ничего страшного для жизни людей не было Но сам факт Он тоже широко освещался И взволновал финское общество То есть практически какую страну не возьми Развитую Везде что-то когда-то ломалось, падало И везде это всегда вызывало бурную общественную реакцию Это совершенно понятно Потому что одно дело Резонансная история Резонансная история Но вот к чём проблема Дело всё в том, что Как прогнозируют специалисты В связи с этим самым климатическими изменениями Изменится среда В которой были построены самые разные объекты То есть их устроили при одних климатических условиях Их устроили при одних А сейчас среда изменится Вот почему климат меняется Меняется среда И они окажутся несоответствующими этой самой среде А отсюда можно предсказать о том Что количество техногенных катастроф Даже здесь, в благополучной Европе Будет увеличиваться И увеличиваться с каждым годом Но климатологические риски Они разве не учитываются инженерами Проектировщиками Строителями В конце концов Когда возводится тот или иной объект То есть они же понимают Что климат меняется Ну надо сказать Что понимать ты понимаешь Понимать это очень хорошее дело Но дело всё в том Что существуют так называемые Строительные нормы и правила В разных странах они называются по-разному Допустим в бывшем Советском Союзе Было такое сокращение СНИП Вот её очень часто кстати И по Залитутскому делу употребляли Вот эти строительные нормы и правила Они что называется Основаны на предыдущем опыте И зачастую в опыте трагическом Все они не появляются просто так Что вот давайте мы будем использовать Болты диаметром 22 А не 18 Но и с другой стороны не 26 Всё потому что ведь проводится Всевозможное тестирование Существует целая система расчётных Расчётов Испытаний На прочность То же самое Вот И всё это формирует Определённую схему Человек который хочет условно говоря Построить офисное здание И когда он даёт эту задачу Ставит эту задачу Это не просто фантазия архитектора Это же ещё расчёт материалов Сколько это будет стоить Какое что можно использовать Это вырастает в смету И дальше уже возникают вопросы Вот мне в своё время довелось Как инженеру-геологу Работать на изысканиях Для очень сложных сооружений Это морские нефтегазодобывающие платформы Ну вообще циклопические сооружения И вот возникает вопрос Эту сооружение надо поставить Ведь не абы где в море Где нам удобно А там где под дном есть нефтегаз Но дело в том Вопрос в том Что морское дно в этом месте Оно абсолютно не обязательно Будет твёрдое Оно может представлять из себя Какую-то жижу И где сложно что-то установить Да, вот ей надо что-то установить Вот на эту самую жижу И дальше возникает вопрос О том, что, конечно, установить можно Но может получиться так Что стоимость этой циклопической конструкции Гигантской Будет больше, чем стоимость нефти или газа Которую мы можем там добыть То есть это становится нерентабельно Нерентабельно То есть А дальше начинаются ещё более интересные вещи Вот, например Вроде бы хорошее твёрдое песчаное дно И по всем расчётам получается Что можно очень выгодно построить Всё будет замечательно Только в этом месте землетрясения бывают Раз в 30, 40, 50 лет А когда происходит землетрясение Вот это вот песчаное основание Разжижается Превращается в плывун И перестаёт нести сооружение Которое на нём стоит А это означает Что нужно менять конструкцию сооружения И на глазах Дешёвая платформа сравнительно Становится всё более-более-более дорогой И в какой-то момент Звенит звонок И там никто ничего не строит По крайней мере до того момента Так как не пройдёт мощное Очередное землетрясение Когда грунты переуплотнятся И на следующие 30-40 лет Уже можно как бы надеяться Что ничего не случится Ну подожди Вот если говорить о климатических Климатологических рисках То ведь здания Которые строят в сейсмоактивных зонах Обычно учитывают факторы землетрясения И соответственно говорят Это землетрясение Точнее это здание Может выдержать землетрясение До 7 баллов Рихтера и так далее И тому подобное Ну то есть соответственно Есть учёт И вероятность того Что это землетрясение будет И есть учёт этого риска Соответственно Почему нельзя учитывать Климатологические изменения Ну во-первых Тут момент Допустим Если с землетрясением Там вообще всё грустно Потому что до сих пор Наши знания Ограничиваются Очень так скажем Небольшой глубиной Исследований Вот например От нас до Дальнего Востока Допустим До Тихого океана По самой оптимальной кривой Полёта Примерно 6300 километров Вот можно себе представить Он по Сахалин 6300 километров До центра земли Отсюда Да Тоже 6300 километров И вот можем себе представить Что мы сейчас Самая глубокая скважина Ушла вглубь На 12 километров Вот теперь представьте себе Что вам нужно Что-то говорить О Тихом океане Об острове Сахалин Если вы Представление о природе Имеете Ну чуть дальше юглы То есть Вам нужно понять Что такое горы Вот теоретически Вы знаете Что они могут быть Но вы их никогда не видели Вы дальше юглы Не уезжали То есть эта история Практически не изучена Это Всё время Что Это дистанционные методы Это вот То что говорят Что Очень часто Мы же журналисты Когда пишем Пишется такое О том что Учёные обнаружили В глубине Земли Там затонувший континент Как они обнаружили Они обнаружили По характеру Передвижения Сейсмических волн Ну это всё равно Что знаете Делаешь УЗИ Какому-то объекту Например Живому существу Совершенно неизвестному Да Но ты не знаешь Что внутри Вообще Что там Есть ли у него Желудок Или вообще Ну какой-то инопланетянин Вот Вот ты что-то смотришь Пятна какие-то есть Вот по аналогии С человеком Например Или с кошкой Ну наверное Это желудок А может не желудок А может кости Да Вот всё У нас звонок Здравствуйте Как вас зовут Здравствуйте Меня Пётр Да Пётр Слушаем вас Я вот насчёт Вот этой залитутской Трагедии Суда Ну Я не понимаю Прокуратура Исследователи Набрали 850 страниц Тщательно Всё исследовали Это что Плевок В их работу Они что Бездельники Ничего не делали Там 6 лет Это всё Рассматривали Понимаешь Никого не Наказали Одного человека А Максима Которая Миллионы Заплатила Этим Пострадавшим Что она Вообще Невиновна Ни в чём Раз с Максимой Не посадили Которые были Идеологами Насыпать на Плоскую крышу Десятки тонн Земли Ну Да Спасибо Вот в том-то И как раз И дело-то Заключается Что Одно Дело Это Когда имеются Конкретные Действия Ну вот Условно говоря Один Застрелил Другого Вот всё Понятно Здесь есть преступление Как-то более-менее Логично А когда Начинается Вот эта Вот история С строительством Ну В данном Случае То ведь Сразу Появляется Что прокуратура Или тот Кто хочет Обвинить Он должен Уметь Задать Тот вопрос На который Не сможет Ответить Другая Сторона То есть Сторона Защиты То есть Получается Что прокуратура Соформируя Обвинение Должна Очень хорошо Разбираться Во всех Нюансах Вот этих Хитросплетениях В том числе Инженерного Дела То есть Условно говоря Это должны Быть Условно говоря Следователи Да И следователи Которые готовят Всё это дело Вот Они должны быть Специалистами Своего дела Они должны Очень хорошо Понимать Что к чему А Так скажем Для Я подозреваю Что для маленьких Стран Такие Следователи Такие Специалисты Это слишком Большая Роскошь Поэтому Что называется Обходятся Тем Что имеется Ну да Опыта Ведения Таких Масштабных Делов В нашей стране Не было Не было Да Но вот опять Такие Что хочу Сказать Что это Очень симптоматичный Вот этот момент Который может Представлять интерес Отнюдь не только Для Латвии Потому что С чего Как бы Продолжим Что Когда люди Строят Что-то Здесь В Латвии То они Рассчитывают Не только На то Что Какое Будет Сооружение Они в том числе Учитывают Геологические Условия Латвии Геологические Условия Латвии Будем говорить Откровенно говоря Они не самые Лучшие В природе Их нельзя Сравнивать Например Со скалами Манхэттена Или допустим Финляндии На гранитных Скалах Там строить Гораздо лучше У нас же Это пески Глины Грунты Очень неприятные Грунты Очень сложные И одна Из сложностей Этих грунтов Заключается В том Что они Меняют Своё свойство В зависимости От уровня Грунтовых Вод И о степени Своей обводнённости Вот например Тот же самый Песок Стоит ему Что называется Добавить водички Как его Несущие Свойства Очень быстро В несколько Раз падают Например Очень хочется Вспомнить По этому Случаю Пример Который Произошёл В Санкт-Петербурге Построили Очень хороший Дом Всё было Нормально Изыскания Были сделаны Как потом Выяснилось Всё было Замечательно Только С крыши Сток Он Что называется Был прямо Около стены Дома И через Некоторое Время Дом Начал наклоняться В сторону Там Где стекала Вода Ну Слава Богу Вызвали специалистов И выяснили Что да Из-за того Что постоянно Стекала вода А климат Там такой же Как у нас Дождливенький Началось Падение Прочностных Свойств С одной стороны Дома Были предприняты Меры В общем Короче говоря Дом выправили И всё Правда Он где-то По-моему Чуть ли не на 30 или 40 сантиметров Как бы стал ниже Просел он Вот Но удалось Всё исправить Вокруг дома Сделали Такую Хорошую Отмостку Вот И трубы Сделали Классные Такие Которые Выбрасывали Вот эту Воду С крыши Как можно Дальше Но Об этом Даже писала Там пресса И это Прекраснейший Совершенно Пример Вот Казалось бы Что может Сделать Простая Вода С крыши Ну Вода Ведь Обладает Разрушительными Свойствами Конечно Потому что Подмывает И так далее В общем Да Вода Стоим на песке Вот так вот Грубо говоря Наши дома Стоят на песке И поэтому Нужно понимать Что если у нас Будет меняться Климат В сторону Увеличения Осадков Причём Систематическое Включение Осадков Совершенно Неизвестно Что будет Происходить С нашими Строениями Здесь А раз оно Начнёт происходить Может случиться Какая-то Очередная Неприятность Сразу возникнет Опять вопрос А кто же Во всём Этом деле Виноват Не дай бог Если случится Какие-то ещё Жертвы Но даже если Жертв не случилось Человек Купил Условно говоря Цех А потом У этого цеха Ни с того Ни с сего Ночью Разошлись Опоры Крыша Рухнула Всё Оборудование Погибло Дальше Возникает вопрос Кто виноват Изыскатели Они делали Изыскание 40 лет назад Тогда всё было Сделано По правилам Проектировщики Всё сделали Тоже И потому что Климат Поменялся Не предупредили Человека И вот дальше Возникнет Вот этот Опять Серьёзный вопрос Кто виноват Ну вот По твоему Ощущению Всё-таки Вот эта история С судом Этот приговор Когда из девяти Человек Только один Признан виновным Остальные были Оправданы Ну вот Я понимаю Что мы не изучали Все 850 Страниц Да и мы не юристы Но и мы не юристы Да и эмоциональный Аспект может быть Тоже влияет Учитывая что Все мы помним Эту трагедию И работали в те дни Тоже в эфире Ну как ты считаешь Вот это решение суда Ну в принципе Может быть справедливым Или всё-таки есть То что Заставляет сомневаться Ну во-первых Мне кажется Что формально Формально Если вот так Начать смотреть То у судей Они же не просто Наверное так Это принимали решение И они прекрасно Наверное тоже понимали Какая будет Реакция общественности Но они сказали о том Что общественное мнение Не должно на нас влиять Вот Значит Это они брали в расчёт И ясное дело Что если их В свою очередь Начать Требовать с них Объяснений То у них Может быть Найтись Целая куча Объяснений Которые скажут Что вот При такой-такой-то Ситуации Мы должны были Сделать вот такое-такое-то Решение И может выясниться Что да Суд Сделал Всё Принял решение Формально Абсолютно Правильно Но просто Мне кажется Дело Всё в том Что А Действительно Тогда можно Предъявлять Претензии О том Что одна из сторон Сыграла Не самым лучшим образом А с другой Что мы Просто-напросто Не готовы Как Страна Как Так скажем Система Правовая Мы просто Не готовы К решению Столь Сложных Неявных Случаев То есть Получается Что опять же Если использовать Такой простой язык Учитывая Национальную окраску Всего этого дела То Система просто Облажалась Система облажалась Да То есть Потому что Она оказалась Не готова К тому Что такое может Произойти И как Это расследовать И мне кажется Ещё один удар Который будет Именно Для Нашего Так скажем Ну Так скажем Условных Вот этих Простых Людей Потому что Очень многие Люди Считают И считали И считают Что суд Должен Искать Истину Правду Которую Это справедливость Это кстати Заметно По самым Разным Резонансным Делам И не только В Латвии Особенно На постсоветском Пространстве В России Возьмите Вот Куча Почему суд Принял Вот такое Это решение А очень просто Он принял решение Как объясняют Те же самые Судьи Вот есть Такой закон Есть такое Это деяние Вот оно попадает Под такую-то статью Всё Сделано Всё по закону Формально Правы Вот Если перейти От суда К изменениям Климата Насколько Серьёзные Перемены Нас ждут И учитывают Ли на твой взгляд Это Ну Строители Возводя здания Или проектируя их То есть Чего нам ждать Мне кажется Что всё очень Зависит от того На какую Страну Мы На какую страну Мы бросим Взгляд Например Если посмотреть Профессиональную Литературу Американскую То там Уже Больше чем Лет 10-15 Уже постоянно Появляются Статьи Посвящённые Проблемам Строительства Которые Будет Которые Появляются При Случае Изменения Климата Американцы Откровенно Говорят О том Что для них Представляет Опасность Повышение Уровня Мирового Океана Совершенно Такой Чётко Они даже Посчитали Вплоть до Каких-то Там Миллиардов Потому что Расходы Будут Триллионные Поэтому Я говорю Что до Тысячной Капля в море Да Миллиард Это Одна Тысячная Триллиона Поэтому На этом фоне Что такое Миллиард Копейки Да Они посчитали Потому что Это угроза Например Мысу Канаверал Откуда Стартуют Ракеты И тоже По той же Причине Не потому что Океан Так высоко Поднимется Что всё Зальёт Нет Потому что Поднимутся Грунтовые Воды И будут Сильные Дожди И вот Все эти Огромные Фермы Конструкции Они поплывут Вот Значит Нельзя будет Ракеты запускать Значит Вот проблемы В штате Луизиана Огромные Есть места Где Сформировались Свои Определённые Биоцинозы Там Уникальные Совершенно Подъём уровня Мирового океана Миссисипи Я там Да А вот В дельте Миссисипи Там проблемы Увеличение Дождей В одних Местах Это потопы А например В штате Калифорния Систематические Пожары Которые Ожидаются Будут Увеличиваться То есть Например США Очень внимательно К этому Относится Нидерланды Страна Которая По своему Названию Находится Ниже Они ведь Пережили Малый Ледниковый Период Так вот Эти Ну надо Сказать Англичане Тоже Но они На повышенности Так скажем Сидят А Нидерланды Вообще Ниже уровня Моря У них Земли Есть Они Об этом Сейчас Очень Много Думают И Одно из Например Решений Это строительство Зданий Которые Могут Всплывать В случае Наводнения Это Это Очень Интересно Так Она Уже 10 лет Больше 10 лет Практически Строится Только Ты можешь Не обратить Внимания Это Стоит Допустим Особняк Ну как Особняк У которого Первый Цокольный Этаж Обычно Гаражи И прочее А тут Нету Вот этих Никаких Так скажем Ни окон Ни дверей На самом деле Это Бетонный Кессон Ну такой Ящик Котором Внутри Находится Сарай Мастерская Ну все Что нужно Там Бойлерная Но он Герметичный И когда Начинается Наводнение То Эта Вся Штука Прекраснейшим Образом Всплывает Главное Что Потоком Никуда Не унесло Для этого Якоря Есть Но когда Вода Сойдет Сходит Она опять Садится На свое место Ну ведь Тогда получается Что дом Не стоит На фундаменте Правильно У него Всплывающий Фундамент Он так и называется Floated Basement Плавающий Плавающий Основание Плавающий Фундамент Но есть ведь Большой опыт Все-таки У человечества Ну возьмем Венецию Здания Которые стоят На воде Да И которые погружаются Очень быстро Все быстрее И быстрее Погружаются Внутрь Потому что стоят Они на сваях Эти сваи Потихонечку Тоже Деформируются Ничто не мешает У Венеции Большие проблемы И плюс еще Если повышение уровня Моря То что делать Она стоит В лагуне Перегораживать Полностью лагуну Вы съездили бы в Италию Он говорит У вас-то Он говорит Построили все-таки Эти ворота Которые закрывают Петербург От наводнений Он говорит А у нас в Венеции Вообще все растащили И теперь самое интересное Что то что даже Формально построили Уже не действует Нужно заново Все перестраивать Ну то есть Главная угроза Человечества Перед лицом Изменения климата Это Коррупция Как я понимаю Ну коррупция Это понятное дело Просто коррупция Неискоренима По одной простой причине Что когда вы видите Деньги Которые можно взять Сейчас А угроза Которая будет Когда-то Когда еще Должны там Ваши внуки Дожить Дай бог Да То естественно Что у очень многих Людей возникает Желание Так скажем К этим Деньгам Протянуть Свои руки А климата И вообще борьба С изменением климата Защита Вся эта история Грета Тунберг Опять же Упомянутая нами В начале программы Это все конечно Делает эту историю Очень дорогой И соответственно Денег там становится Денег становится больше Мало того Это вещь Когда Вы знаете О предмете Достаточно мало Но У вас появляется Очень много страха Люди действительно Боятся Того Что произойдет В будущем А особенно Сильно боятся То Что очень Непонятно И по этой причине Разумеется Что Очень трудно Не людям Принимать решения Здравые решения Вот в такой вот Ситуации Полнейшей Тотальной Неопределенности Ну для этого Есть наша программа Поэтому будем Встречаться с вами По пятницам В 12 часов Программа Климат-контроль Авторская программа Константина Рангса Журналиста Геолога Будем вместе Теперь проводить Эти пятничные Полудни Спасибо Спасибо всем Всего доброго До свидания Продолжение следует... Продолжение следует...